Дорогие друзья, сегодня мы с вами прогуляемся по Самарской Бложке, которая называется Птичка. Посмотрим, что здесь продают. Вдруг найдем клад. Три тысячи. Три тысячи. А это чье производство? Я не знаю. А это типа силумина, нет? Силумин, да, покрытие. Красивое. А это 800. Это 800. А Мишка? Тысяча триста. Тысяча триста. А бусики у вас сколько стоят вот такие? Пятьсот. Пятьсот? Любые пятьсот? Нет? Разные? А эти вот? А эти триста пятьдесят. Триста пятьдесят. Это сатиновое, по-моему, да? Сатиновое стекло. Сколько доводится? Новое. А серьги такие сколько? Серьги? Сережки сколько стоят? Серьги? 800. 800? Это янтарь. Угу. А тот жемчуг. Тоже 800. А это? Жемчуг тоже 800. Да давай, ешь его. А колечко? 600. 600. Вот это первые 3000? 3000, да. Чайка, да? 142. Чайка, да? Это каких времен? 70-х? Да, где-то так. На ходу все, да? Это рабочие, да? Конечно, ну, посмотри. Сейчас, секундочку. Ого, нормально так работает. Да. Тихий ход такой. Потом берешь вот прямую строчку, делай, на 0 выводите. Здесь строчка будет, прямая строчка. Угу. Слегка как идет. Отличная машинка, неубиваемая. Не то, что вот сейчас эти импортные шейки, пожалуйста. О, шейки, а рыбачка. И главное, тихо и так работает. Да. Угу. Обычно бывает погромче, мне кажется. А вот это, это зингер, не зингер? Вот это следующее. Вот это следующее. Это подольская. А, подольская она под зингер просто выглядит. Сколько она стоит? Да. 1300. 1300 подешевле, да? Тоже работает, да? Да. Тоже все рабочее. Но это старенькая совсем какая-то, да? Подольская вот какая-то? Это, может, где-то 56-й. 56-й? Да. Понятно. А это? А это зингер. Зингер. Ну, вот они подольская вот зингер сделали. Зачем? Это настоящий зингер, да? Ну, это да. И она, видите, вот толщину какую берет, вот смотрите, как спокойно, видите, смотрите, видите, легко. Она даже не чувствует ее. Легкий ход такой прям у меня. Я механик сам, поэтому... Вы их все отрегулировали, да? Да, конечно. Это Лада, Чехословацкая. Чехословацкая? Я думала, Лада, это что-то с нами связанное, с Самарой, нет? Нет, нет. С Жигулями, Тольятти, нет? Малень, Чехословакия. Лада. Они для нас, что ли, делали, Чехи, нет? Нет, это ихняя машина. Ихняя, да? А это сколько? Это 62-го года где-то. 62-го? Это 5-го, она с электропривода. А-а-а. У нее, посмотрите. Там у нее педалька, да? Или... Да, педалька. Педалька. Посмотрите, какой механизм, посмотрите, здесь есть. Вы понимаете, смотрите, видите, передаточный ремень какой. Угу. И здесь вон челнок. Да, внутри. Как у промышленной машинки. Угу. Для промышленной. Да, да, да. Это вообще отлично. А это следующее там что? Тоже Подольская. Тоже Подольская. А, не похоже, да? Да, да, да. Это тоже Подольская, но уже по... Это Лада, да. Попожее. Видите, Подольская. Подольская попожее. 143-132. А, наоборот, пораньше, да? Это постарше машина. Но это тоже на промышленную похоже, нет? Нет, это у нее челнок такой, качающий. Качающий? Ну, ходит вот так, туда-сюда. Да, вот. Тоже подлезки, вот смотрите. Все смазали, ничего не скрепит у вас? Нет, нет. Все отлично, да? Все отрегулировано. А, это что-то... Это оверлок. Оверлок. Да. Это вот он, край. Обрабатывать. Обрезает. Короче, у вас все машинки для швейной мастерской уже готовы, да? Да, да, готовы. Готовы. Оверлок сколько стоит? Пять. Пять. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. А сколько у вас молочник вот такой стоит? Тысяча рублей. Да, вот так надо, как производитель кольчу. Извините, а вот эта вазочка? Все по тысяче. Все по тысяче, да? ЛФЗ. Ой, линюночек. Были такие хрупкие. 70-60-е и больше. А сколько у вас пуговки стоят? Какие? Вот маленькие перламутровые. Ну, как и покажите, я вам скажу цену. Вот эти? Вот эти, да. За 50 рублей все. 50 рублей вся вот эта, вся картоночка. Да, да. Дешево берите. Понятно, спасибо. Вот. Это вот по 20. Эти по 20, поменьше, которые, да? Да, по 20. Там кучка еще маленькая есть. Вот целлофан в мешке. 30 рублей. Вся кучка, да? Да, да. А тапочки такие сами вязали? Тапочки сами вяжете? Сколько такие тапочки? 100 рублей все равно. Они с песенки. 100 рублей, да? Да, да. С кожаной подошвой. Да, да. Хорошие. Дороже бархора. Дороже бархора. А кто здесь хозяин? Сколько стоят вот эти чашечки? 500 за пару или за все? Нет, за пару. За пару? За пару? А чайничек с мишкой олимпийским? Сколько? Полторы? А вазочка берцовая? Вот эта вазочка сколько? Тысячу? А вот эта сухарница сколько? Сухарница? Барановка. Барановка. Сколько такая стоит? Сколько она стоит? Да вон хозяин сейчас просим. Красивая. 300 он просит. 300, да? Очень красивая. Очень красивая. Спасибо. Поставим пока. А это вот вместе? Вместе, да? Сколько они стоят? 300 рублей. 300 рублей, да? По 100 рублей. По 100 рублей штучка. Красивые немножко запылились. А так красивые. Так, держите раз. А кто производитель, не знаете? Кто-то наш. Сейчас клеймо посмотрю еще раз. Кто-то, может, подскажет, что это такое. Какая-то буковка Т, тут какая-то буковка типа Ф, да? Ну, фарфор. Кто-то наш. Кто-то наш, да. Какая-то наш. Дулевский. Сколько такой стоит? 200. Есть ручная роспись, золото. Такой прям очаровательный. Подстаканнички. А стаканы с подстаканничками? Вот эти в подстаканниках. 200 штучка, да? 5, да? 5 тысяч. Красивые. А кто, интересно, делал такую красоту? Юмят, по-моему. Юмят? Да юмят, скорее всего. Очень красивые. Такой вот именно не видела. Ну, серебро тоже красивое. Это кубачи. А кубачи почем у вас? 8. 8 штук, да? Да. Ну, там 84-88 грамм. Ага. 8. А эти вот? Эти по 500. По 500 рублей. Лёгенькие такие. Там лёгенькие, лёгенькие. Ну, это алюминий. Ну, понятно, да. Поэтому и лёгкий. Это вот типа какого-то ландыша, что ли, сделано. Ландыш, наверное, да? Да, ландыш, да. 25 стоит. Здесь даже плюшевая или бархатная сзади. Блогеры? Да. Письмо очень хорошее. Да, ну, это всё старое. Да. Да. Красиво. Это рабочее, нет? Кому нужны крышечки, у кого потерялось, разбилось. Вот тут есть крышечки. На чайничке, на сахарнице, на заварочнике. А не помните, сколько шкатулочка стоит такая? Не знаю, он отошёл. Отошёл, да? Да. Красивый чайник или кофейник. А сколько часы с птичками стоят? Часы. За 400, да. Работают они? Конечно. Они кварцевые или механические? Кварцевые, да? Нет. А, там немножко потерки есть, да, вот здесь вот с хвостиком. Так 700, вот самое я делаю. Это самое. Спасибо. А соусник сколько стоит? 100? 100? 300 рублей. А, 300? А, 300. Красивая тарелочка. А кто продавец? Вы, да. Сколько стоит такая? 500. 500, да? Зик. А эти почём? 100 по 50. Тоже по 50. Уступите, да? 50, будьте, брат. Полосатая вот та стеклянная. Сколько стоит? Полосатая. По 50 тоже, да? Тоже красавица. Ваза красавица. А салатнички вот эти, поскольку вот из карамельного стекла. Вот эти вот, большой, поменьше и вот эти салатники. Вазочки, вот, карамельного цвета, да. Коричневые? Коричневые. По 200 рублей. По 200 рублей. Штука, да? Любой. А синий? Ага. Три штуки возьмёте. 500, да? Там, там, что-то, что-то будет. Понятно. А вот эти, синенькие, голубые? Я просто... Так же по 200. Тоже по 200. Спасибо. Не, если всё будете брать, я у вас... Уступите. Просто в воскресенье, чтобы не запечатать, не возить. Угу. А, я всё с тобой сделаю. Да. 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 Ой. Очешник. По 100 рублей очешник красивый. Улетел ценник. Улетел ценник. Да. 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 Динозавры по 400 рублей. А вы здесь продавец, да? А можно посмотреть вот картинку на дереве? Поднимаю, потом ценники улетают. Вот эту. Ну да, я подняла. Угу. Обл. Что-то обл. Худож. Промсоюз. Первый сорт. Ну что-то ещё там взяли, да? Угу. Красивая. Так. А у вас вот, по-моему, я видела, или я ошибаюсь, блюдца с красненькими цветочками от чайной пары с петухом. Не видели такое? Не было у вас такого? Нет. Нет? Нет. ЛФЗ-350 за чайную пару, да? Четыре их, четыре пары, да, у вас? Да. Золотые ромашки, что ли, они называются? Как-то так, да? Ромашка. 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 Красивый такой сливочник или молочник. Солоночка. 350 рублей тоже очень красивый.